Джоя, пришла ко мне и начала говорить, разговаривать. Хочешь понежиться? Чао-то у Маси, ты пришел, да? Ади Ария, где твоя сестричка? Джоя, где твоя сестра? Мурмяу. Эй, давай, прыгай. Сальти? Браво! Прависимо, несмотря на свою тяжесть, своего тела. Вот умеют прыгать наши кошечки. Так, привет, друзья, всем чао-чао. Как вам наш жасмин? Все уже отцветает, но до сих пор еще пахнет. А здесь другое дерево тоже уже отцветает. Видите, тоже такие белые цветы. Так, наконец-то, наконец-то, все конкальма. Вот как началась пандемия, так сейчас так тяжело все делать. Например, к врачу сходить, какие-то анализы сделать. Или в коммуне что-то сделать, какие-то документы. Так все тяжело. Но, слава богу, хоть с профиской у нас не было такой сильно пока что большой, длинной тяготятины. Потому что, вот, например, мне надо делать уже давно. Мне надо продлевать свою карту День Тита. Это, значит, внутренний паспорт итальянский. Вот. Типа удостоверение личности. Он у меня уже давно, как говорится, срок годности прошел. И я из-за этой храндиемии никак не могу продлить его. И так же самое Никитин, тоже удостоверение личности, тоже, как говорится, срок годности прошел. Но нам, мне назначили, дали аппунтаменты аж на август месяц в коммуну. Представляете? Это только чтобы насчет моего документа. Но я там уже спрошу насчет Никитиного. Можно ли сразу Никите сделать? Так, что мы сейчас сделали более-менее быстро? Это прописка. Наконец-то нас пропишут. Потому что мы вот здесь уже живем с февраля месяца. Да, с февраля месяца. Если не с января, то с февраля точно месяца мы тут живем. И до сих пор мы никак не могли прописаться. Потому что сын Рину, он сказал, что он даст другу. У друга какой-то родственник работает в коммуне. Короче, вот так вот, вот так вот. Так это все долго и нудно было. В общем, обещание, обещание, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И дело не продвигалось. Вот. Пока Рину сам как-то у него получилось все-таки через интернет это сделать. Вот. Послать через интернет документы. Как бы заявление на перепрописку документы. И вот вчера ему позвонили. Или позавчера. Да, позавчера ему позвонили и сказали, что сегодня человек придет с коммуны. Я не знаю, что за человек. Просто проверяющий. Или какой-то офицер. Какой-то, может, из полиции. Или что. В общем. Проверить, действительно ли мы тут живем или нет. Не знаю, будет он заходить в дом или нет. Или он просто посмотрит снаружи. Посмотрит, что на ящике почтового написаны наши фамилии. Вот. В общем, проверит. Вот. Ну, если зайдет в дом, так зайдет. Потом покажу. Там видно, что мы живем конкретно. Вот. Потому что я помню тоже, когда приехала в Италию, 12 лет назад. Вот. Ну, Никита тогда еще маленький был. И меня хотели проверить, действительно ли я живу. Я целый день ждала. И потом вечером Рину пришел с работы. Я говорю, слушай, никто не приходил. Он говорит, да приходили, приходили. Уже проверили. Все нормально. Как приходили? Я никого не видела, ничего не слышала. Меня никто не видел. А, это самое, как раз вышел в коридор сын Рину. Вот. Он тогда еще был подростком. И они спросили, здесь живет такая-то? Он сказал, живет. И все. И они ушли спокойно. В общем, сегодня я жду с двух до четырех. Хорошо, хоть время дали, чтобы не целый день ждать, а именно с двух до четырех. Вот. В общем, надеюсь, что он быстро придет, этот проверяющий. И, короче, мы сразу потом с Никитой рванем в парикмахерскую. Наконец-то Никита решил постричь волосы. Вот так же самое, наконец-то, у нас прописка будет уже, перепрописка. И, наконец-то, Никита решил постричь волосы. Это парень. Вот такие вот волосы, как у меня, этот хвостик. В общем, поедем сегодня в парикмахерскую. Вчера я почему была в городе, в центре. Я узнала, можно ли в парикмахерскую без записи или надо записываться. А не знаю, можно без записи. Так что, сегодня поедем, постричемся. У нас, кстати, погода какая-то непонятная, солнечная. Но не солнечное, не ясное небо и очень парит. Очень парит конкретно. Вот, я не знаю, как забудет, дождь не будет. Но вечером все равно огород полью. Он сделал, наконец-то, недавно порядок. Вот, на этой качеле убрала, чтобы можно было садиться. Но там, конечно, матрас такой старый, продырявленный уже. В общем, прогнивший. Надо будет матрас сменять, пока я просто-напросто накидку накинула, чтобы более-менее нормальный вид был. Хотя бы в домашней одежде, чтобы можно было садиться. Я пока не в домашней одежде, я уже оделась, как говорится, чтобы наготове быть, чтобы сразу поехать в город. Ну вот, как только этот мужичок придет. Вот, так что сейчас не буду садиться, конечно. Вот еще покрасить бы. Не знаю, когда это все мы доделаем. А, нам наконец-то завтра приедут забрать холодильник, вот эту вот плиту и мойку. Вот, мойка уже там у входа стоит. Вот, потому что вчера наконец-то Арина дозвонилась до этой мусорной компании, именно заказать машину, чтобы машина приехала по нашему адресу и забрала. Мы сегодня вечером все вот это вот, вот эту плиту и холодильник, этот старый вынесем на улицу вместе с той мойкой. Они завтра в течение дня сами заберут этот мусор. Мы говорим, наконец-то хоть что-то отсюда уберется. Вот, еще бы это кресло, но это кресло посмотрим, может быть, сами как-нибудь увезем, выбросим. Вот. А, и завтра же, когда придет эта машина, я надеюсь, что я их застану, потому что я попрошу, чтобы они забрали. У нас три таких рулона, старых, именно потрескавших уже таких пластмасса, это пластика, да. Вот, тут два рулона, и там позади, во дворе еще один рулон есть. Может, дадим им 20-30 евро, пусть они сразу заберут эти три рулона. Дай бог, чтобы они, конечно, забрали. Так будет, конечно, отлично. Офигеть, что я увидела. Какой-то кот, видать, прыгнул здесь сверху и поломал мои помидоры, помял. Ёлки-палки, сейчас попробуют поднимать. Вон, смотрите, Ёлки-палки. Надо будет поднять эту помидору и убрать отсюда этот горшок, потому что коты прыгают именно отсюда, с этого места сюда. Блин, и на помидоры прямо прыгнули, Ёлки-палки. Хотела показать вам, зато у нас какое богатство помидорки. Смотрите, растут, растут помидорки, и он наверху уже. Ой, дай бог, дай бог, уже скоро начнем кушать свои помидоры. Био-помидоры и, кстати, огурчики тоже. Где-то я видела самый большой огурчик. Вот, смотрите, какая прелесть огурчик. Первый огурчик, самый первый огурчик, что мы будем кушать, наверное, уже скоро. Вот, и тут же болгарский перец. Видите, тоже длинненький болгарский перец. Вот, не помню, какого он цвета, должен быть красного или желтого, или оранжевого. Посмотрим. Пока что он зеленый. О, Зукини подоспел. Не хочу, чтобы он сильно большим был. Хотя можно было бы еще оставить. Ладненько, кину в холодильник. Потом посмотрю, что сделаю с него. Вот и урожай. Био, Зукини. Все, только что документы положила в кошелек. Только что он проверил все документы. Вот, все записал. Вот, кто кем работает. Вот, поехал. Ну, все, теперь можно идти в парикмахерскую. Встричь. Делай стрижку Никите. Так, мы приехали в парикмахерскую. Никита там сейчас сидит, ждет, когда ему помоют голову, прежде чем стричь. Голосы. Елки, такая оказия. Здесь раньше был японский ресторан. Мы сюда с Катюшей часто любили ходить. И все, он закрылся. Теперь там турецкий, блин, кебаб. Елки, палки. Смотрите, вообще народу почти никого. А когда был японский ресторан, было полно народу тут в обеденное время. Жалко, что закрыли, конечно. Не знаю почему, но тут было очень вкусно. Так, Никите будет стоить где-то 10 евро. Чтобы помыть голову и постричь волосы. Так, одеваем намордник. И заходим в торговый центр. Никита уже пошел вперед. Ему надо новый джойстик купить, блин. Елки, палки. Никак не может себе джойстик нормальный найти. У кого какие проблемы? А я не знаю, что мне здесь надо. Сейчас просто так погуляю. Ой, Никита мне позвонил. Сказал, что он уже закончил. Ждет меня возле машины. А я успела себе футболочку купить. И, кстати, не жалко, у меня мало было времени. Там очень много хороших вещей. Именно мужских. Именно молодежных. И, кстати, не очень дорогие цены. Но уже в другой раз надо будет самой приехать сюда. Никите еще футболки понакупать.